Идея изменить время во всех регионах России принадлежит активистам из Татарстана. Они считают, что существующие часовые зоны не учитывают географических особенностей субъектов. В одно и то же время на часах в Казани уже светает, в Питере еще темно. Полный текст документа можно найти на сайте российской общественной инициативы. Авторы предлагают Мордовии добавить час к привычному московскому времени, а летом еще один час. Учитель астрономии из Республиканского лицея для одаренных детей считает, что идея разумна. Это позволит найти баланс между солнечными сутками и человеческими, как это было с переходами на зимнее и летнее время. Допустим, взять школьников, особенно младшие классы детей. Уроки начинаются в 8.30, пусть в 9, заканчиваются в 14, где-то в 15 часов в такой среднестатистической школе. Но, соответственно, зимой, когда у нас ночь очень длинная, что получается, что если жить по местному времени, по солнечному, то получается, они к 8.30 пойдут по большому счету ночью. В 60-х годах прошлого века Мордовия жила не в московском часовом поясе. И это, кстати, правильнее с точки зрения мирового времени. Потом для удобства управления большой страной все территории, которые близко к столице, перевели на одинаковое положение часовых стрелок. За 50 лет люди в Мордовии настолько привыкли к московскому времени, что менять ничего не готовы. Да, конечно, конечно, привыкли. Но я с пенсионером, я считаю, все равно. Но рабочим, представьте себе. Я бы оставил все как есть на самом деле. Я привержен старого. Соседняя Ульяновская область уже 5 лет живет по своему времени. Минус один час от Москвы. Это гораздо удобнее, говорит журналист местного телеканала. Если и были сложности в начале, то сейчас они забыты возвращаться назад, а точнее вперед по стрелкам часов, жители области не хотят. И рассветы в половине третьего утра летом, а также закаты тем же летом в 8 часов вечера никого не обрадовали на самом деле. Поэтому после долгих достаточно обсуждений на всех уровнях, начиная от социальных сетей и заканчивая правительством региона, было принято решение перейти в зону так называемого самарского времени. Но теперь мы говорим уже нашего времени. Это очень удобно. Сейчас никакой, в принципе, сложности в удалении на час от Москвы мы уже не чувствуем. В Саратовской области тоже спорят, возвращаться к московскому времени или нет. Проблема в географическом положении региона. Он вытянут по широте. Мордовии в этом смысле повезло больше. Республика расположилась на карте не просто компактно. Она уместилась в одном мировом часовом поясе. И если уж считать от Гринвича, то это Москва живет по мордовскому времени, а не наоборот. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова